Девушки отдыхают И у меня тоже, но я не собираюсь ими хвастать В ответ многие скажут, что я одеваю на себя все эти драгоценности Но знаете для чего? Вспомните, как все они наблюдали за мной, когда я был в наручниках, прикованном к железному стулу И сейчас, менее чем через год, я цепляю все эти драгоценности на себя Чтобы показать им то, насколько все изменилось Я выемел их Что там еще? Сейчас все говорят о западном побережье, так? Знаете, откуда это пошло? От Кьюба Я был за решеткой, когда Айскьюб продвигал эту тему И здесь не было никаких проблем Но стоило мне выйти, это превратилось в проблему Разрозненность Я хочу, чтобы все те, кто слушает меня сейчас, услышали Настоящая сила Она не в оружии Сила в книгах В знаниях В мыслях Вот что вы должны осознать Все кричали Эй, ты так давно занимаешься музыкой Но в то же время все это осталось незамеченным Когда меня обвинили в том, чего я не совершал Словно они наложили вето на мою музыкальную карьеру Мне пришлось перевоплотиться Я подписался на Death Row И настала совершенно новая века развития Я независимо высказывался на Me Against the World И мне пришлось порвать с теми менеджерами, которые были со мной Я начал новое дело, чтобы выйти на совершенно новый уровень Теперь у меня будет Маковели Records А Маковели будет первым альбомом, который я выпущу Затем будет проект под названием «Одна нация» И я подпишу своих артистов туда Там будет дуэт Грэг Найс и Смоур с Востока Конечно же будут Outlaws с Гетто Старс В качестве ответвления И еще важная часть Будут свои ребята из Нью-Джерси Которые будут представлять именно Запад Ведь кто-то на Востоке хотел войны Так вот, считайте это тем, что мы поставили свои флаги у вас Это все еще Восток Но Восток на Западе, как бы это сказать? Я не собираюсь драться за земли, цвета Я не идиот То, за что я стою, это принцип, это честь Но Запад, он в моем сердце Здесь я чувствую себя прекрасно Запад, моя Калифорния Понимаешь? Это то, где я открыл себя Так вот, когда я показываю знак В Это не совсем относится к Западу Не West Side Это относится ко всему И к Востоку Я показываю это к тому, что сейчас идет война В Это война Но и все-таки я очень хочу, чтобы все мы объединились Запад, Восток, средняя полоса, неважно Однажды мы обретем такую силу Которая разобьет все недопонимания Только тогда мы станем сплоченными Я не хочу никакого Армагеддона Мы не к этому направляемся Да, можно сказать, что у меня есть своя группа людей на Западе Ведь я на Западе Я люблю Запад Я всегда буду честен со своими людьми Но это не должно беспокоить Нью-Йорк Им должно это понравиться Ведь именно они дали мне заряд И хочу немного добавить Мне импонируют многие музыканты с Востока Так вот, все, чего я хочу Это направить свой взор в будущее Мы возьмем все самое лучшее с Западом Возьмем все самое лучшее с Востока И сложим все вместе Как дважды два Когда произойдет симбиоз двух разных музыкальных, жанровых направлений Мы получим совершенно новую веку Новый взгляд Понимаешь, теперь Должен получиться новый виток в развитии жанра Верно, но пока, к сожалению, происходит стагнация Мой рот Я ознакомился с тем материалом, где говорилось о том, что ты не просто звукозаписывающий артист в привычном понимании Ты больше склонен к театральному типу Больше актер Да, я понял, мне особо нравится следующее Однажды мама мне рассказала историю, что когда Малкольм был жив, то писатели что только про него не писали А когда он умер, люди, которые всего лишь брали у него раз интервью, в пупыхах начали писать целые книги о его жизни Мне не совсем нравится такой подход Пожалуйста, поддерживайте меня тогда, когда понимаете Если вы не знаете или не понимаете меня, не стоит писать от моего лица обо мне Я не прошу вас делать из моего имени резонанс Я прошу вас быть честными Вы делаете то, что вы делаете, чего я не могу Я делаю то, что я делаю, чего вы не можете Я уважаю вас, поэтому, пожалуйста, уважайте меня Сейчас это сложно сыскать Но не нужно иллюзионировать народ Я уверен в этом Я такой же человек, я несовершенен Я имею сильные стороны и имею и слабые стороны Но я думаю, что все-таки мои сильные стороны перевешивают мои слабые стороны И вот пока я человек, как и все остальные Если я встречаю кого-то, кто превосходит меня в чем-то То я хотел бы, чтобы этот человек обучил меня Я сделаю то же по отношению к другому человеку Никто не идеален Но именно так мы должны поступать друг с другом Вот что я чувствую Иногда бывает, что я махаю рукой Словно не хочу связываться ни с чем и ни с кем Но мне есть что сказать Я кое-что понял о том, как мы живем Как живут афроамериканцы Да, я афроамериканец Я верю в свой народ Но когда я говорю о своем народе Я подразумеваю свое окружение Я не питаю никаких иллюзий Я к тому, что некоторые афроамериканцы Совершают нападки на мое имя Не все, конечно же И я не стану говорить Все, я больше не представляю свой народ Это не так Я люблю афроамериканцев Я люблю свой народ Но люблю так же, как и любой другой Я не расист Я отказываюсь быть им Это как некоторые, когда узнают о слиянии культуры рас На каком-нибудь бракосочетании И начинают возмущаться Это не по мне Я совершенно новый человек Я изменил себя Быть может, раньше у меня возникали подобные мысли Но точно не сейчас И, возможно, я плохо поступал по отношению к своим сестрам За что я оказался в тюрьме Потому что я считал, что они недостойны меня Я не собирался спать с ними И за это они начали на меня наговаривать Ну хорошо, я понял Осознал, что был неправ, думаю и так Итак, я никому ничего не должен И мне никто ничего не должен Кроме того, чтобы быть собой И представлять свои интересы Принцип Поговорим о Бигге Я причина его успеха Его и Пафи Дай мне кое-что рассказать Все знают, что я был ему верен Помог Бигге стать успешным Я был его самым большим помощником Всегда был с ним честен Я мог писать рифмы за него Вы сами знаете, сколько вещей он позаимствовал у меня Он знает, что ради него я останавливал свои концерты в самый пик И давал выступать ему на своей сцене Он выходил в самом разгаре моих выступлений Я покупал ему вещи, помогал ему И ничего не просил взамен Я всем с ним делился Делился опытом, знаниями и умениями Понимаешь? Я многое вложил А что сделал он? Он сделал вид, что ничего и никого не знает Когда меня пытались убить Но он знал Вот что еще хочу сказать Затем он исчез Спрятался, словно мышь Хочешь быть крысой? Хорошо, будь ей Но знаете, что случилось? В меня стреляли А спустя несколько недель я слышу его альбом Где он называет себя настоящим королем города И в то же время он говорит о том, что не знает, кто пытался меня убить В его гребаном квартале Где те ребята были его соседями Ищи сам, вот что я для себя понял А я на тот момент не называл себя Дону Я был Каппо Прямиком из Запада я отправился в тюрьмы на Востоке Я и без него узнал о том, кто в меня стрелял Я знаю все Все, что там случилось И в этом вся сила Я знаю о том, что он знал, что он решил дать заднюю Предать Я был очень зол И затем, когда я вышел из тюрьмы, я не мог поверить в то, что все стали относиться к Биге Как к чертовой мировой звезде, я не мог поверить в то, что люди ведутся на его образ правильного человека Я решил вернуть их обратно к реальности Я не собирался втянуть всех в путаницу, словно я весь такой Майк Тайсон, чемпион в тяжелом весе Нет, я совсем тощий и невысокий И вот как это выглядит Я словно сражаюсь со львами Я, маленький, тощий нигер, пытаюсь поставить на место здорового чувака, который раза в три больше меня Итак, Бигги не тот, за кого себя выдает И да, у него никогда не было девушки Пока он не стал рубить, деньги по-крупному Он не папочка, как он себя называет Так вот, моей целью было показать то, что они все неправы Я стоял за всем тем, что они представляют Давай возьмем в пример их одежду, Версачи Он стал хвастать этим, рекламировать себя Знаешь, что было? Я не навязывался к ним Мне позвонили из Версачи и сказали Пожалуйста, будь на нашем показе Пожалуйста, наденьте нашу обувь И прочее дерьмо Я клянусь, как они просили меня представлять Версачи Клянусь, как Армани связывались со мной и говорили Ты очень хорош, поверь Или как это делали Дольче Габбана Но я не принимал их приглашения Меня пригласили на Валентина Фэшн Шоу И предложили реально крутые костюмы Как у гангстеров Все то, что он рекламировал, стояло уже за мной Все, что он хотел иметь, я уже имел У меня были драгоценности, был свой стиль Черт, да у меня было больше побрякушек, чем у Слик Рок Слик Рок, я люблю тебя, дружище Но у меня точно было их больше Так вот, я стоял за всем тем, что они представляли Я олицетворял все это Ведь тогда я присматривал за ними, как за друзьями Так что все то, что они сейчас представляют Я это все олицетворял Я знаю, что он лишь пытается казаться крутым Я знаю все это То же самое было и с его любовью Он пытался казаться мне другом Это касается и их восхищения Они забыли об этом Бигги забыл То, каким образом он тогда притворялся, врал За это он сейчас и получает по заднице Вот почему он сейчас пытается сказать о том, как он хочет вернуть все на свои места, как раньше Но ничего не выйдет Он уже обрек себя на свою же собственную ложь Поэтому все, что он сейчас может делать Это притворяться дурачком, словно он ничего не знает Говорить, что вообще происходит там Но подумайте, я призываю вас немного подумать Если бы все это было правдой То именно таковой была бы ваша реакция Если бы так поступили с вашим другом И вы не были бы виновны Именно так бы все было То есть ваш друг подошел бы к вам и сказал Да ладно, не парься И после этого вы с ним? Вы, черт возьми, с ним? И сейчас ко мне подходят и говорят Почему ты сказал это в конце своего трека? Речь идет о фразе Я надеюсь, что вашему фальшивому уроду придет конец И честно, это было на автомате Я просто ворвался в студию, удерживая себя от того Чтобы по-настоящему не застрелить этих ублюдков И вот, собственно, что вышло И здесь я не проявлю милосердия и пощады Ведь они не проявили милосердия, когда стреляли в меня Черт, они стреляли мне прямо в яйца И что, они же не подумали о моем потомстве И теперь они кричат Почему ты так высказываешься о наших семьях? А ничего, что я сам чуть было не остался инвалидом Но всегда прикованным к инвалидному кресту Что вообще, блядь, происходит? Почему они пытаются защитить себя святостью? Мы сами начали И на этой войне нет ничего святого Когда я был в Рикерсе и еще не знал об этом Я все еще дарил им любовь Мобдиик, надзиратель знал этих ребят Я сказал ему, чтобы он передал, что я все еще любил их Мне казалось, что они со мной Но когда я узнал о том, что они с Биги Я понял, что они всего лишь маленькие сучки Жаждущие продавать свои записи, быть услышанными Раньше я был с ними, поэтому я знаю, где они находятся Я знаю, что они не посмеют пискнуть в мою сторону Потому что я буквально уничтожу их без особых проблем Вскоре никто не узнает о них Я сказал им еще тогда, когда все началось Что я выбью их из этой музыки И поверьте, очень скоро я это сделаю Сейчас люди смотрят на Биги И им смешно Я забрал все силы, что были у них Все, чего я хотел, довести их до такого состояния В каком был я Заставить их прочувствовать все это Когда никто не хотел поддерживать меня Когда близкие друзья отказались мне помочь И теперь, кто будет на их стороне Я уничтожу их вместе с ними Все, кто попытается встать на их сторону Кто попытается выгородить их Они будут уничтожены Я клянусь Сейчас я не прикосновенен и не уязвим И поверьте, в следующем месяце все закончится Но в этом месяце я смету все преграды Для меня сейчас это очень личная и принципиальная цель Я должен получить обратно тот респект Вы знаете, я никогда не был таким мстительным Я не совершал нападок Не было и речи про разделение Запада и Востока Наоборот, я был мостом, налаживающим контакты Между западной и восточной культурами Они сейчас не могут до меня добраться Они даже не могут мне позвонить Это как если бы Америка послала посла в Иран А тот был бы убит на их территории Определенно у Ирана были бы проблемы И они определенно знали бы это Вот что я чувствую о ситуации в Нью-Йорке Они должны это осознавать Оградить себя от жертвы Вот была их позиция Они знали об этом Сейчас у меня везде есть свои люди И да, в средствах массовой информации Начали активно разжигать И накалять все эти отношения между Востоком и Западом Там же вылезли и давно забытые рэперки По типу Делла Соу Которые начали говорить о зачистке хип-хопа Типа мы все за мир Мы все за перемены Но я не собираюсь поддерживать лицемеров Надетых в маскарадные маски И если ты больше не актуален Не пытайся выходить сюда И пытаться критиковать мое возвращение Мою позицию Это ведь неправильно Я понимаю, насколько им тяжело Что у них больше нет денег Контрактов, туров Но не пытайся лезть в чужие дела Не нужно Представим пример Если вы пытаетесь жить лучшей жизнью То обязательно найдутся пять чуваков со стволами Желающие вас ограбить Я не говорю, что мой образ жизни самый лучший Но это тот образ жизни Которым люди здесь живут Или еще так Вне зависимости, где я нахожусь Я не преступник И не гангстер Я лишь приспосабливаюсь и выживаю Такая аналогия Если вы маленькая, хрупкая девочка У вас уже трое детей Параллельно вы еще ходите в школу И пытаетесь вести концы с концами Поздравляю, вы тупак Меня родила мать, которая сидела на креке Я не окончил школу И теперь посмотрите на меня сейчас Каждый раз, когда они подбрасывали мне препятствия Я их преодолевал Я давал всем понять, каково это Проходить через все Я выставлял все это на всеобщее обозрение Я открыт И всегда, когда я попадаю в такие ситуации Прохожу препятствия Я даю интервью И говорю обо всем откровенно Что происходит в моей жизни Таким образом, я остаюсь на высоте Никакого тхук лайф Можешь рассказать мне немного о том Что происходило с тобой Во время заключения Первое, что я хочу сказать И мне удалось сломить мой дух Некоторые неправильно интерпретировали то интервью Что я давал изданию Вайп Я не чувствовал себя там в опасности Ничего не угрожало моей жизни Не было ничего подобного Что люди мне кричали Я тебя убью Я спокойно ходил в спортивном костюме За 200 баксов По острову Райкерс Живой Некоторые заключенные Проявляли большое уважение К моей персоне Отправляли разные вещи Даже латиноамериканские авторитеты Высказывали мне свое уважение Они говорили Ты представляешь нас Мы тебя любим Мне было приятно Именно из-за этой любви Я понял, что философия Тхук лайф мертва Я отправился за решетку Вместе со своим сводом правил Я понял, что никто не способен Представить Тхук лайф Лучше, чем я Но ведь я был в заключении Мне казалось, что я застряну здесь На долгие годы Но я никому не мог позволить Представлять то, что было придумано мною Я увидел, сколько у меня верных людей Когда попал за решетку Поэтому мне пришлось все это остановить Нужно было все переосмыслить Мне нужно было реорганизовать Тхук лайф Ведь я хотел, чтобы это были не просто слова Мне требовалось немного времени на то Чтобы пересмотреть свои взгляды Понять то, что я в действительности представляю А уже затем вести за собой народ По этой причине Я расформировал музыкальную группу И уничтожил карьеры тех Кто читал рядом со мной Разделился с ними Если бы они действительно представляли мои идеи То все сложилось бы иначе Я не получил бы те пулевые ранения Так что с того момента Группа Тхук лайф была уничтожена Затем уже после того, как я освободился Я стал искать по-настоящему верный коллектив Мне пришлось собирать этих людей Теперь я уверен и убежден Что каждый участник моего коллектива Это мой близкий человек Член моей семьи Значит, тогда, когда ты был в тюрьме Ты решил все изменить Преобразовать С того момента я ведь контактировал там со многими И я был очень удивлен с того, как на меня смотрели и говорили Как ты здесь мог оказаться? Словно недоумевая Словно я не мог там оказаться То, какую музыку я делал То, за какие идеи я выступал И за что меня любили Благодаря этому я и оказался здесь Таков мой ответ, понимаете? А не все Ну, у тебя был шанс Бла-бла-бла На самом деле я понимал то, что они хотят сказать Что-то наподобие того, что они занимались преступностью Продавали наркотики и пытались заработать немного денег А я нет Я делал музыку и отстаивал права И мне не нужно было торговать наркотиками Или заниматься криминалом Я ошибался, полагаясь на завтрашний день Вот с какого момента, понимаешь? Ведь я чувствовал в себя огонь, талант Я никогда не говорил о том, что я самый лучший рыб Я никогда не возводил себя на пьедестал Все, в чем я уверен на сто процентов Что я очень верный и преданный Я настоящий Я чувствую это Ведь быть настоящим — это быть честным перед самим собой Я не подстроюсь под норму общества Я буду единственным, кто наденит хаки Когда все остальные будут ходить в строгих костюмах Я буду единственным лысым в толпе волосатых Или отращу дреды, когда все будут лысыми Понимаешь, о чем я? Я не стану подстраиваться под норму общества Я буду настоящим, уверенным в себе А если я и буду в чем-то сомневаться То я выставлю свое смятение и сомнения и на показ Вот так Как я говорил об этом в песнях О своей матери, о своем взрослении, о своей жизни И поверьте, это не так легко, понимаешь? И будь что будет Посмотрите, Бигги в три раза больше меня А ведет себя, как баба, которая меня боится Этот парень в три раза больше меня И я скоро его уничтожу Что есть к иллюминати? Я никогда не позволял телевидению контролировать свое сознание Я понимаю, что в первую очередь мы должны руководствоваться своим разумом Своим самоуважением И это то, чем я руководствую сейчас Разумом и самоуважением Некоторые чины пытаются выставить меня тщеславным Пошли они нахуй Я знаю, что это не так Я сияю, и мой свет их слепит И мне все равно, кто пытается очернить мое имя Белые, СМИ, чернокожие, ненавистники, политики Мне все равно, как бы они ни пытались Мое сияние, мой блеск Всегда будет восходить Я всегда буду сиять Они могут переворачивать мои слова, коверкать их Но правда всегда будет за мной Понимаете? Потому что такова моя сущность Такова моя сущность И это то, что всегда будет происходить со мной Из-за моей позиции Или, как некоторые говорят Это же кощунство Или он приверженец какой-то религии и структуры Может он относится к мусульманам Или радикальному движению народа, богов и земель И я скажу Ничего подобного Мне кажется, что единственный выход из подобных ситуаций Из блуждения Это наш разум Наши чувства достоинства и самоуважения Все эти вырезки из газет про насилие Убийства, групповые изнасилования Это все результат отсутствия И чувства достоинства и самоуважения Не так, что у какого-нибудь человека Промеркнет секундная мысль о самоуважении А затем он к черту Я лучше пойду и найду себе несколько сучек И развлекусь Я больше не хочу иметь дел с подобного рода людьми И это не из-за тюрьмы или всего прочего Я наконец обрел чувство собственного достоинства Чувство собственного самоуважения И нам нужно отказаться от стереотипов Которые были навязаны нам в наших кварталах Это как в армии Тебя учат убивать И ты убиваешь без лишних вопросов Понимаешь? Так и в гетто Все хучат И нас учили тому, что нужно делать все лишь для себя Для себя любимого И как бы то ни было Сейчас я развил в себе силы Я открыл свой разум И зарабатываю на этом деньги Развивать сильные стороны Вот на чем строятся мои приоритеты И теперь все видят, что я не являюсь какой-то случайностью Я планирую свои дальнейшие действия От начала и до конца От шага к шагу Все взаимосвязано и продумано У тебя в названии есть слово «киллюминат» Это относится к иллюминату? Я добавил вперед пугу-ка Когда я был в тюрьме Мне постоянно твердили о них Вот, посмотри на пирамиду На этот глаз Так вот, это еще один способ Повысить свою значимость Самооценку Вот почему я подставил пугу-ка Потому что я убиваю этих иллюминатов Если они действительно собираются убрать меня То зачем им вводить в курс дела фарахана? Зачем им в это впутывать радикальное И леворелигиозное движение нации ислама? Зачем им заставлять подходить Какого-то заключенного ко мне И нести всякую хрень? Откуда он может все это знать? Кто ему об этом наплел? Священник? Или кто? И да, как там у священников? Дайте мне деньги Я ваш святой отец Теперь пошли все нахер, ребята Все так сильно помешаны на деньгах Что не замечают, как они утекают из карманов Мне все равно, что там на них изображено Когда я вложу деньги в твою лапу Ты примешь мою сторону Они возьмут их, поверь мне Я проверял это Мне были интересны их намерения И знаете, где бы я ни был Если бы при мне были деньги Все мне были рады Когда их не было Мне не были рады И не давали войти Поверь мне, все дело в них Благодаря им крутится мир Когда у тебя есть деньги В тебе видят силы И когда мы объединимся Я обещаю вам Если вы будете поддерживать меня Слушать мои альбомы Посещать мои мероприятия То я буду отправлять деньги в сообщество Как и в случае с грядущим альбомом Маковели Каждый раз, когда он достигнет платиновой отметки Деньги с альбома будут идти к вам В наши кварталы В муниципальные центры И никуда больше Так оно и будет Каждый раз, когда альбом достигает платиновой отметки Направляется большой куш Все безвозмездно Ведь я должен оплатить вам за то Что вы дали мне эту возможность Эту силу Теперь она внутри меня Я чувствую себя избранным вами Ты это заслужил Пройдя через все круги ада Я прошел через все круги ада И отражал все в своей музыке И теперь люди идут за мной Королевство Итак, между тобой и Бигги Было что-то вроде того Кто заправляет Кто лучший в игре Кто король Верно я говорю? Своего рода избрание Да, именно так К чему приведет такая ситуация? Ситуация между мной и Бигги Не настолько серьезная Моя ситуация с Бигги Это другого типа разборка Он строил из себя босса Когда я был в заключении Пафи строил из себя короля При этом они понимали Что Шук со Снуком Были на голову их выше Первые продали всего 2 миллиона записей На тот момент У Шуга были тогда Другие заботы Он занимался Снуком И в конце концов Он делал все правильно И потом появился Тупак Амбициозный парень Я хотел тогда стать частью этой семьи Вытащите меня Я хочу стать частью семьи Они вытащили меня на свободу Отлично И я стал частью семьи Мы начали записывать музыку Делать разные дела С тех пор мы Всегда вместе Каждый день Мы вместе поехали в Мексику Летали на Гавайи Были всегда вместе И для меня Это было словно Словно мы были бандой Это была наша политика Трон всего один На нем не могут сидеть Два короля Мы образно назовем все это Нашим королевством На самом деле Все гораздо глубже Как только я объясню У тебя сразу отпадут все вопросы Мы назовем это королевством Но на самом деле За всем этим кроется наша сила Это то, в чем живет наша энергия Что касается стиля Это все баловство Что касается сленга Фильмов Что там сейчас популярно Это все баловство Мы управляем этим Не в одиночку Знаешь, я ведь был фанатом КРС-1 ЛЛ Я слушал их Ракима Если они сейчас ворвутся И начнут диссить меня Я их уничтожу Я опознал их мастерство Они могут начать делать что-то в новом стиле Но я познал их искусство Как в фильме «Пятеро ядовитых» Знаешь ведь фильм? Они учили друг друга Постигать вершины боевого искусства Но был тот Кто выводил всех из игры Нужен человек Который навел бы порядок в Нью-Йорке На Востоке я делал отличный звук Я овладел этим Потому что знаю, что и на Востоке, и на Западе Люди любят качественный звук Я сполна освоил все это И я продолжу делать Упор на барабан Продолжу углубляться в изучении Пяти округов в Нью-Йорке Когда ты поймешь то, что слушают люди в Нью-Йорке и округе Все будет просто Но я не хочу отправляться туда Я не думаю, что Нью-Йорку нужно брать меня в свои руки Но мои ребята родом с Востока И они могут отправиться туда Но с другой стороны, эти кварталы Ведь не конечная цель Мы объединим всех И создадим одно направление Я знаю, как живут люди в этих кварталах изнутри Я знаю, какой там звук Я знаю историю этого звука Но я знаю, как сделать этот звук общемировым И мне кажется, это таким простым и понятным Знаешь, это наша зона комфорта Наш мирок Но нужно выходить на мировой уровень А правда, что большинство покидали западную часть Пытаясь уйти от образа жизни Да, в основном это так То большинство Сколько? 90%? Да, 90% И есть оставшиеся 10% Я знал это Я знал, когда уезжал из Нью-Йорка Это было моим уроком Я знал, что я не должен кричать везде о том, откуда я Что я из Нью-Йорка Ты не должен этого делать Потому что Нью-Йорк — это то место, куда стекалась вся культура Как такового Нью-Йорка нет Там есть мигранты с восточной части С южной части Они все попали в Нью-Йорк, будучи детьми Вот почему там множество стилей Это больше похоже на слоеный пирог, где смешались все культуры Вот как там появился стиль Ну ладно, все это ерунда И Бигги строит из себя короля Но пришло время забрать его трон Королевство Хотя там вроде и так некоторые крутят мою музыку Даже если бы моя музыка не продавалась там Я был бы в плюсе Знаешь, как работает политическая гонка? За меня отдали бы голос в других 49 штатах И все равно я буду президентом На ближайшие 4 года я выиграл гонку Круциал Конфликт могут продать 5 миллионов альбомов Но никто не позволит им трогать мою культуру Они не могут влиять так, как мы Понимаешь, то, как мы это делаем То, что я планирую сделать Я планирую работать с людьми на улицах, которые Не одеваются в Версачи Знаешь, у меня есть люди везде Кто-то носит стильную одежду Кто-то одевается, как гангстер Кто-то в рабочей одежде Мне 25, и я не носил рабочие робы Ты видишь людей на улице, одетых в рабочую робу Но мне без разницы Итак, вернемся Мне нравится IQ Я следил за его творчеством И поскольку я следил за его творчеством Я также его освоил Я знаю, где он оступился Его музыка перестала приносить доходы И он решил ввязаться в эту войну Он использовал нас в качестве толчка Он выпустил тему «Буфдоун» И если ты послушаешь это, то мигом проскользнет мысль Так, он послушал «Хит им ап» Он не выпустил этого «Буфдоун», пока я был за решеткой Пока я не начал Вот к чему я Вот в чем он неправ И я не дам ему этого сделать Я не дам выставить себя устаревшим на его фоне Если я дам ему это сделать, все равно у него ничего не получится Я не позволю Всяким там Делла Соул и прочим ребятам я не позволю Мелли Милу и прочим Несмотря на то, что они здесь давно Если они не проявят уважения, я сделаю так же Но случись так, что я увижу всех их на студии, я откланяюсь Не как перед мужчинами или музыкантами А как перед старейшинами Это как если бы они пришли ко мне в гости Я бы посадил их за стол, прежде чем сел сам Позволил бы им войти первыми Потому что я знаю, сейчас я Дон И даже если я не Дон, то мне все равно нужно их уважение Потому что я все равно бы пришел к этому И мне нужно было бы их уважение Он записал ту композицию за месседж И она вдохновила меня В этом что-то есть, и я его впущу к себе Все будет хорошо, пока он не решит пойти против меня И мы попытаемся поработать с ним Мы можем сделать кое-что вместе То же самое было и с нас Я клянусь, я видел его тогда, в Доме Блюза Я застал его прямо врасплох Мы знали, что у него нет оружия Мы могли прикончить его Я подошел и сказал Эй, привет Вся эта штука между побережьями тебя не касается Не заморачивайся Там же я увидел ребят из Вутан Клан Увидел Метод Мэна За пару месяцев до этого Случился один инцидент У него сорвали цепочку в нашем клубе 6-6-2 Мы нашли того человека и вернули цепь Проявили уважение Я тогда сказал ему Метод Мэн, это был случайный гость Мы никакого отношения к этому не имели Мы все исправили Нашли человека Вот твоя цепь Вот как все было А затем Нас возвращается домой И начинает говорить обо мне плохие вещи И ведь это неправильно Почему он мне не сказал этого в лицо Когда я стоял перед ним Это лишь делает тебя слабаком в лице аудитории Что касается меня Я никогда Не стал бы обнимать и лебезить перед тем Кого не уважаю Вот что я хочу сказать Когда я увижу Бигги Это не значит, что я сразу нападу на него Я могу быть в хорошем состоянии духа Это все не только обо мне и Бигги Вы все говорите об этом Но вы только подливаете масло в огонь Понимаете, разве я говорил об этом? Здесь нечто большее Это такая стратегия Это было лишь триггером Повлекшим за собой цепную реакцию Это падение режима Как республиканцы ненавидели картеры А сейчас просят вернуть Буш Сейчас полномочия у меня И они типа любили Бигги И ждут его возвращения И это логично Ведь у него Есть своя Фан-база Но эти же самые люди говорили Что не хотят дожидаться Пока Карма сделает свое дело Они хотели нового режима И мой режим включает в себя И Запад, и Восток Это принесет денег В этом вся экономика Я изучил этот вопрос Я вкладываюсь в Нью-Йорк С помощью групп Сони С помощью Дефро Уэст Это экономика Это продажи Я начну постройку нового моста коммуникации Мы будем спонсировать спортивную команду Я вовлекаю все общество в это дело Возвращаю деньги в общество У нас есть День Матери, День Благодарения, Рождество Мы как продолжали обеспечивать наши кварталы Так и продолжаем Пропитание, одежда Ты же знаешь, сколько у нас бедных И мы наиболее подходящий вариант, черт возьми Нового тысячелетия И я единственный, кого это волнует А Мигги пытается корчить из себя Ебучего крестного отца Ты, видимо, фильмов там пересмотрел Кто, черт возьми, будет следовать за тобой? Они насмотрелись на Альпачино На Лучиано И пытаются им подражать Лучиано Это показывает их сущность Все, что им нравится в итальянцах Это красивые имена и имидж Те итальянцы, которых знаю я Были великими людьми Я изучаю каждую личность Вне зависимости от цвета кожи Или чего-то еще Как Макеавелли? Как Макеавелли Но мой псевдоним не Макеавелли Мой псевдоним Макавелли Я принял его, он мой Мне нравится этот псевдоним И я не чувствую, что в этом есть что-то плохое Они забрали то, что принадлежит мне Теперь я сделаю то же Их речи записаны, пущены в эфир А мои слова не пускают в эти эфиры Так что все оправдано Понимаешь? На радиостанциях Роллинг Стоун? Да, конечно, без сомнений Я не говорю, что люди поверят в образ Или почему они примеряют на себя итальянские роли Нет, дело не в этом Все дело в образованности Я изучаю историю Америки Терпеть не могу Америку за то, что она натворила Но я люблю жителей за то, что они остаются сильными Я считаю это необходимым Мы сильные нации Я ее часть Я личность Никому не под силу сделать меня слабым Переть на меня И все-таки есть вещи, которые мы сделали верно Капитализм Ведь с помощью него мы кормим своих детей При других вариантах мы этого не сможем сделать То есть не сможем быть нацией И для меня это важные вещи Они в следующем В дисциплине В сдержанности И сплоченности Вот что мы должны понимать И нести Это принципы, энтузиазм, мораль То, что было у пантер Должен быть товарищеский дух, как у пантер Мы должны быть готовы Умереть друг за друга И Все мы должны быть единым целым Большой семьей Если будем думать о нации в целом Граждане Америки станут нацией номер один И это то, что делает меня таким настойчивым И неудержимым Смотрите на то, что происходит вокруг Изучайте это Познавайте Действуйте так Демонстрируйте свои способности к изучению Смотрите на бизнесменов Смотрите на президентов Изучайте их жизнь Выводите это уже в философию Это и есть Килюминаты И твоя задача сейчас, как журналисты Донести все это до людей Я не становлюсь на колени Но не говорю, что все, что я делал Было праведным Понимаешь? Им нужно осознать то, что я сказал То, что там происходит Не похоже на Нью-Йорк, который я люблю А пресса Радиостанции используют все это в своих целях Они не ведают, что творят Их план маркетинга? Да, верно Тебе нужно сесть И подумать о том Как донести эту информацию До слушателей Чтобы они видели Это настолько же ясно Насколько ты сам это видишь Ты смотришь на вещи И понимаешь Насколько сложен Весь этот план И все Так и произойдет Все, что я говорил о Биге Который там ведет свою политику Я же смотрю на рэп-игру И вижу, как она меняется Все меняется И это уже совершенно другой жанр У них есть там Куча журналистов Которые говорят о том Что мой жанр мертв Это те, кому не нравится моя музыка Так же, как есть и те писатели Которым не нравятся республиканцы И есть те Кому я нравлюсь Кому нравится моя музыка Те радиостанции Кому я нравлюсь Нет, я не хочу Чтобы все эти критики исчезли Взаимодействия одной стороны Монеты с другой Делают меня лучшим человеком Надеюсь, что Господь Даст мне еще пожить Знаете, о чем я думал, когда был в тюрьме? Что меня угнетало? Ни одна из политических партий Не попыталась выйти с нами на контакт Никто не вышел на связь Если появляется вопрос То обычно его нужно как-то решать Нужно хотя бы попытаться Они видят в нас лишь угрозу И угрожают нам К следующим выборам Я обещаю вам Я клянусь Я баллотируюсь в кандидаты Я уверяю вас Я вас не подведу Я уйду далеко вперед В ближайшие 4 года И значительно укреплю свои позиции Надеюсь, что Господь Даст мне пожить еще 4 года Чтобы показать вам это У нас с вами будет одна Политическая партия И она будет не только для чернокожего населения Она будет и для мексиканцев Для афроамериканцев Мексиканцев Армян Для всех Все, кто считает, что у него нет права голоса Послушайте Нам нужно основать свою политическую партию Все проблемы из-за лживых политиков Мы будем одним целым Хочу пролить немного света У меня на счету множество хитов Я здесь ради чести, верности и уважения Доблести Да, ради доблести Нужно быть одной семьей Мы должны значить что-то в этом мире Нужно разогнать тучи Разрозненность Я хочу пролить немного света Прямо в ваши души Нужно перестать уповать на заслуги Малкольма Экса Или Майкла Джортона Словно бы мы Ничего не добились без них Я так не думаю Последнее интервью Тупака Шакура Тупака Шакура Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»